Каждый день ровно в 8.00 Алексей Михайлович Лебедкин выходит на утреннюю прогулку. Ежедневная быстрая ходьба – это его эликсир долголетия. Маршрут у меня до станции Расторгуева и домой. Для меня это самое важное в структуре дня. Понимаю, что движение – это жизнь. Кстати, каждую пробежку предваряет утренняя зарядка. Надо сначала обязательно разогреть суставы и мышцы, уверен 90-летний спортсмен. Кому как не ему это знать – врачу по лечебной физкультуре с 27-летним стажем. Вся жизнь Алексея Михайловича связана со спортом. Все началось с армии, где выяснилось, что он неплохо бегает на лыжах. Потом был институт физкультуры. Был в сборной команде Московского совета «Динамо». Поступали на первенство Москвы. Ну, показатели были. Так первый разряд входил в сборную команду Московского «Динамо» на чемпионате Москвы. В институте я учился в заочном отделении. И были интересные встречи с Владимиром Маслаченко, с Василием Васильевичем Смысловым. Я вместе сдавал экзамены государственные. Я был в списке 21-м, он был 22-м. Ходьба – наиболее безопасный вид физических упражнений. Тем более, что это самая доступная форма аэробной нагрузки. И, как объяснил нам Алексей Михайлович, именно она наилучшим образом влияет на здоровье, поддерживает жизненный тонус. Обязательно с разрешением, с консультацией у врача, у специалистов. Теперь это не проблема. Теперь в каждом районе, в каждой больнице есть специалисты, которые могут квалифицированно рассказать, показать, объяснить, сколько можно и сколько нельзя. Потому что в физкультуре ведь тоже можно допустить ошибки. Можно, как говорится, бежать от инфаркта и прибежать к инфаркту. Зимой к ходьбе обязательно добавляются лыжи. С лыжами я его часто вижу, хоть редко выхожу, но иногда встречается. Ну, каждый выходной, мне кажется, он катается. Вот недавно с лыжами прошел. Думаю, как же лето, а он с лыжами прошел домой. Не хотите составить его компанию? Ну, зачем? Не надо. Людям взрослым в возрасте нужно двигаться. Обязательно лыжи. Летом это ходьба, бег, плавание, огород. Сегодня Международный день спорта. И Алексей Лебедкин советует, даже если ваш привычный ритм жизни не предполагает физических нагрузок, то уделите время для небольшой зарядки хотя бы во время официального праздника. И, может быть, вы все-таки пересмотрите свою жизненную позицию с пассивной на более активную. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok